Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На экстра, да, игра продолжает, блядь, лагать и виснуть, естественно. Видимо, охуевая от игры... Но это потому что, блядь, очередная катсцена. Да, заставка, это всё через жопу. Блядь, если даже не сделать катсценную заставку без лагов, то пиздец, что говорить вообще, блядь, об этой игре можно. Пропустите её нахуй, пока у меня компьютер не сгорел. Я, блядь, не верю этому разработчику. У меня этот... Бенчмарк, сука, не лагал никогда тут, блядь. Причём ничего не происходит, просто чувак входит зад-перёд, никаких спецэффектов. А вот взрыв просто, блядь, взрыв имени Кристофера Нолана, блядь, я ебал. Такие спецэффекты просто охереть. Пластмассовый клуб, пластмассовый шар огня ворвался в эту комнату. И начинается потрясающий, видимо, геймплей. Вот какие-то опять третисортные люди на этой планете, которых истребляют Америкосы. Впервые вижу, чтобы в колде или батле нельзя было поднять с пола автомат поверженного врага трофейный. ФПС в Торе искром из комнаты проседает до 45 просто. Ну, конечно, что такой спецэффект, вы чё, искрит. ФПС на ультра настройках у меня 30, 40. Это на печи 970, напоминаю, если они в курсах. Показатель просто... Ой, блядь. Ну, я не знаю, если у вас стоит 980 разогнанная в Сли со второй такой же картой, вангую, что лагов не будет, а пока пиздец. Чё делается. Вот, здесь опять куча солдатов, в которых уже можно не стрелять. Ну, чё тут графика, можно сказать. Ну, такая вот пол, обломки, всё хорошо. Люди убогие какие-то. Спецэффекты тоже говёные. Прорисовка дальних вот этих вот объектов. Ну, чё это за, блядь? Загрузовик... О-о-о, полегче, полегче. Чё за грузовик такой вообще? Ну, видно, что это третисортный объект на этой карте, да? Что он необязательный так нарисованный. Типа, вот он есть и ладно, и пойдёт. Он мой, я его сниму. И он не мой. Потрясающие брызги крови. Просто... Феерические. Особенно на полу они классно смотрятся. Мама, я кетчуп уронил, блядь. Где-то здесь у меня в прошлый раз игра вылетела нахрен без фикса. Давай гранату им кинем в кузов. Это же вражеские солдафоны. Стэнд клир. Из всех вот этих игр про шутеры, что колда, что батла, мне нравились, наверное, Modern Warfare. И то первая часть и вторая. Особенно хороша... Особенно хороша миссия в аэропорту была, мне понравилась. Где можно было воздать... Воздать людям за... За очереди. На почте, на поликлинике, везде. И расстрелять ни в чём не повинный русский народ в аэропорту из пулемёта. Ты мне кого-нибудь убить дашь, Хендрикс? Слышь, Джимми, блядь. Иди на гитаре играй. Я тоже хочу убивать... Убивать неправильных негров. Это... Это настолько мир будущего. Это настолько дальнее будущего, что даже у негров появились... Супертехнологии, блин. Использовать. Давай хакнем это дело. Смотрите, какая клавиатура будет в будущем. Сколько кнопок. Как на органе, блин. Тейлор, сканируем лица. Я выбрал главным героем бабу, потому что надоело пацанам играть. Сканируем лица. Трудно сканировать его лицо, потому что он в камеру не смотрит. Бедные сукины дети. Не соизвестны своей жестокостью. Проявляет он жадность к заложникам. Назвать их бедными сукиными детьми. Но он помогает ему пресс качать, мне кажется. Говорит, скручивание, скручивание, сучи, иди, ребёнок. Видите, скручивается. Что это? Заправка. Заправляют. Молоко, чувак, понимаете? О, вот, у него больная печень, понятно? У него болит печень, поэтому его заставляют пить молоко, потому что там белок и кальций, которые необходимы ему. А он не пьёт. Он не пьёт, поэтому ему воронку впасть. И, да, это жестокий санаторий, но он будет здоров, по крайней мере. У него будет здоровая печень. Мы оставим их здесь, чтобы их пытали? У нас свои задачи. Межпозвоночные грыжи вытягивают, вытягивают позвоночник, очень полезно. Сам он висеть, видимо, отказывался на турниках, поэтому его вот подвесили. Эпиляция. Эпиляция воском очень больно, там, этими, как его там, ну, как-то, блядь, называют. Эпиляторами, короче, этими всё больно. Да, вот ему теперь вампой эпиляцию сделают. Ну, чё, он ему будет её в задницу засовывать, или чё, мы собрались. Нет, видимо, это игра для детей, они так и будут стоять, барахтаться. Ещё один пить не хочет. Медведев? Каких Медведев? Нет, это другой министр. Наверное, Тони Блэр. Тони, ты чё молоко не пьёшь, а? Его перемещают. Ну, с одной процедуры на другую повели. Это кого-то другого перемещают. Ага, вот наш седовласый министр. Министр магии, видимо. В Гарри Поттере, помните, магов стали плющить. Есть. Есть совпадение. Движемся в укрытие. Время. Две минуты. Две минуты. Второго. Я засекаю. Твою мать, ну ты зануда. Ты прямо глаз опыта и мудрости. Поверь. Так и есть. У них, знаете, такая физика, когда они, когда они говорят, они как эти, из улицы Сезам, лягушка Клайд, помните? Лягушонок Клайд, как разговаривал, так, челюсть вверх-вниз, вверх-вниз. Так же здесь люди разговаривают. Блядь, чувак, гранату кинули, гранату кинули. Жаль, я не успел насладиться этим шикарным взрывом, но уверен, он был хорош. Но да, нельзя поднять другое оружие, видимо, видимо, все-таки здесь все оружие, как у судей и судей Дреда, реагирует на отпечатки. Я не могу стрелять из чужих стволов. На контрол лечь, на С сесть. Классное управление. Хэдшот. Граната пошла. И где моя граната? Блядь, моя граната, видимо, самая гранатная граната. На, вот еще граната. Да, Джимми, кинь гранату, может хоть твои взорвутся. А то, как фильмит брат, это, гранаты дают осечки. Примерно 50 на 50. Не обманул фашист. Кстати, вы запомнили этот, вы поняли этот прикол из фильмов, блядь, сучи, ты потрох, а? Из фильмов брат и брат 2, то, что он в первой части сказал, что фашист не обманул, что гранаты дают осечки, а во второй части его еврей с машиной наебал. Фашист не обманул, а еврей обманул. По-моему, прикольно. Да, ёб твою маму. Джимми, ты... Слышите, для первой миссии не до хрена тут перестрелки в одной комнате? Мне кажется, я всю армию Сирии тут раскидал только что, нет? В одной комнате истребил весь ИГИЛ, без всяких бомбардировок. Какая интересная поза. Мне кажется, что он невинно спит просто, закинув ногу на ногу. Да, потрясающая физика трупов, она на уровне, она действительно на уровне игры, у которой фпс на моей видеокарте должен быть... Должен быть 35. Чё это у него за шлем такой? Чувак, мы, по-моему, Тони Старка завалили. Иди глянь. Ай, взломать. Сейчас, сейчас взломаю. В нашей команде я хакер, да? А, выломать. Ни хреновая открывашка. О! Смотрите, акулеры всё те же, хоть что-то узнаваемое. Спецназ, сучка. Форменная кепка египетской армии. Подожди, подожди. Сука, если будешь тупить, ты с ним встретишься сейчас. И с Халилем, и с Шамилем, блядь, и с прочими. Уважаемыми людьми, хотел сказать. Халиль, Халиль Басаев, наверное. О! Это Герой Войны, что ли, висит? Точно, Халиль. Готов драться, всегда. Ну, тогда завтра с колечком, бля, выйдешь. Это больше желающих нету. Тайло, цель плюс один, освобождены. Плюс один, было приказано освободить только министра. Это лейтенант Зияд Халиль. Слышал про такого? Не тормозите. Разберёмся наверху. Нет, не слышал. Мы будем встречать на следующем посту. Приготовиться. Зияд Халиль. Похож на какого-то футболиста. Чё? А, цель. Давай, отворяй, собака. Интересно, а почему у нас пушка без глушителя, если мы тут на супер секретной операции? Ну, хорошая новость. Мы в арсенале и можем поискать чё-нибудь ещё. Блядь, мы игра... А, наконец-то, нарвануло. Знаете, так можно гранату кинуть и не дожить просто до её взрыва. Хендрикс мне показался или что-то тоже туда бросил? Я даже идти боюсь. В будущем у американской армии очень дерьмовые гранаты, судя по всему. Интересно, здесь будут крутые сюжетные повороты с гибелью главных героев. С падением ядерных бомб. По-моему, я бабу только что застрелил. Она так вякнула. Перед смертью. Чёрт! Халиль, граната! Бля, бегим, бежим! Хендрикс им свою гранату в ответ бросил, но наши-то не взрываются. Ах ты, блядь. Да ну нахрен, ну ёп твою мать. Только вышел, блядь, пиздец. Они чё, прям... О, мне нравится, что здесь нет загрузки. В случае смерти. Вот это плюс. Потому что я-то дохну часто. Потому что Ол-Ол-О-Раш. Ол-Ол-О-Раш наш метод. Ол-Ол-Ол-Ол-Раш, беги и ебашь! Блядь. Ну ты дерзок, чувачок. Блядь, я уже всех убил раньше, чем граната взорвалась. Быстрее! К лифту! Да, от этих ботов толку никакого. Ну кнопку-то кто-нибудь нажмёт, нет? Бросайте оружие! Вам какой? А вам? Сдавайтесь! Быстро! Согласимся и нам, крышка! Поверь! Откажемся и нам, крышка! Бросайте! А чё случилось? По-моему, Тони Старк пришёл на помощь, нет? Это что за хуй... Сейчас, всё лагает, пиздецки. Опоздали. Виндизель? Твои воображаемые часы. А, показалось. Рад тебя видеть, Жека. Так, подожди-ка. Понижу-ка графику с высокой... С экстра до высокой. Может, перестанет лагать. Хрен там плавал. Лагает дьявольски. Свежая кровь. Будешь о ней заботиться так же, как... Подожди. Свежая кровь. Это нереально, бля, в таких лагах играть. Что можно убавить? Фильтрация. Фильтрацию среднюю, качество сетки. Вообще не знаю, что это. Это, бля, Леонтьеву. Такие вопросы задавайте. Свои качества сетки. Качество карты теней. Вообще можно выключить тени. Никогда не... Нахрен динамические тени. Под поверхностное рассеивание. Блядь. Это давно хоть такие хероины придумали-то? Объёмное освещение. Вот это вообще говно полное. Это я ещё по метро 2033 понял, что борода. Сглаживание мне пойдёт. Это АКОЯ. Рассеиванное затенение. Высокое. Размытие динамическое. Отключено. Да, поможет нам. Всевышний. О, лаги пропали. Шикарно. Базаришь, что это объёмный свет и динамические тени создают лаги. Готова эвакуация через 10. А вовсе не качество текстур. И будешь за няньку. Зажжём. Держитесь рядом. О-о-о. Здравствуй, Крайзис, блин. Тьфу ты, блядь. Костюм с возможностью становиться... Да шо ж лагает-то, вы чё, блядь? Костюм с возможностью становиться невидимкой. Это одна из тех причин, по которым я не стал играть в Крайзис вообще. Мне не нравятся игры такие про суперсолдат. Как они прыгают, я тоже хочу. У них, наверное, Авермакса. После боя фраги посчитаем, кто сколько набил. Я уверен, что я круче, чем невидимка. А-а-а, чё это они стали палиться. Молекулами какие-то летают. Это Халиль? Да, мы какую-то армию баб убиваем. Наверное, амазонки какие-нибудь с будущего. Да. Классный прыжок, учитывая, что я ничего не перепрыгивал, по-моему. И идите в точке выхода, с этими я разберусь, ну же. Там, по-моему, этот злобный рыбаков. У нас оружие только царапает эти БТР-ы. Ну так зацарапай его до смерти. Ёпта, чё делать-то. Нужно сбить этот самолет. Взять же в ракеты. Какой самолет? А-а. Снова взрыв имени Кристофера Нолана. Я даже вылез посмотреть на этот потрясающий спецэффект взрыва от упавших ракет. Он встречает нас на другой стороне ангара. Красотища та ещё была на увиде. Честно говоря, чё-то здесь как-то сюжетом не очень пахнет. В основном какая-то тупая, тупое месиво происходит. Нереально тупое месиво. Я такого примитива не видел. Да вообще, наверное, никогда не видел. Потому что даже в Far Cry было и то интереснее играть в первый. Вот в Modern Warfare, можно сказать, там тоже было тупое месиво. Да, там его хватало, конечно. Но там хоть война была. Современные там. Современные войны. Такие, как происходят, типа там в Африке. Там америкосы. Ещё где-нибудь против русских. А здесь-то что? Кто с кем воюют? Киборги с киборгами. И такое мясо. Капец. О. Какой у него камуфляж. О. Держитесь, ясно? А ты ещё кто? Лишь, что она делает? Но если в этой игре так смогут делать не только боты, но и я, я, может быть, и передумаю. Держитесь к мосту. Моретти подхватит мостам. Точка выхода сразу после моста. Они всё равно у нас на хвосте. Мы расставили заряды по всей базе, чтобы прекратить отступление. Взорвём их, когда перейдёт мост. За нами никому. За нами Москва. Ты чё? Моретти подхватит между нами и точкой выхода. Блядь, а почему в Морете никто не стреляет? По-моему, он охуел и просто просит пулю, блядь. Ну-ка проверим. А если я высунусь, чё будет? Понятно. А я ведь в них даже не стрелял. Куигаемся, блядь. Мне не высунулся даже. Куда, сучка, собранная? Чувак, у нас есть гранаты, блядь, дымовая какая? Не будь-то, ёб твою мать, блядь. Там, сука, во весь рост за родину и Сталина стоит Моретти, блядь. Ему похуй веники, блядь. Я тут ползаю, блядь. Невидимые, блядь. Мне все пули достались, какие у них были. Сука, замес просто... Замес просто атомный, конечно, здесь. Не, может я, конечно, в шутиры играю, как Филипп Киркоров поёт, но, блядь. Чё-то здесь вообще какая-то бродинь, блядь. На, сука, гранату пожуй. О, тачка взорвалась, офигенно. Тут без гранат, походу. О, блядь. Пиздец, блядь. Доходишь до моста, типа, говорят, там подкрепление, блядь. Сраная армия Хусейна подошла. Пошла нахер ваша точка выхода. Беги, сучка, блядь. Скрипт подкрепления, главное, активируется именно, когда я к мосту подохожу, да? Я просто не понимаю, мне-то кто-нибудь будет помогать чем-нибудь здесь? Напоминаю, что эта игра стоит 2,5 косаря для компа, и пятёрку она стоит, если вы хотите поиграть в неё на лицензионном Sony PlayStation. Ну чё, как шутер на пятёрик тянет, а? Не, ну я не знаю, может для вас пятёрик это чисто дневные карманные деньги от мамы, но я ебал бы игру за пятёрик. Так, чё и такую, блядь. Может здесь сетевая игра божественна просто? Сомневаюсь. Юбисофтовский Rainbow Six и то стоит, блядь, дешевле, в разы. А я думаю, что он поинтереснее будет. Да нахуй, это стеклянная дверь, стреляй по ней. Или мы на стелс перешли после этой войны. Противник в звездной рубке. Вау. Я правда молчу, что от половины пуль дырки не остаются. Смотрите, как интересно, на правой половине двери. Вот, на левой половине двери. Вот, чё происходит. Напоминаю, у них нет ночного видения. А, это у нас такое ночное видение уродичное. Я мамку делал, блядь, что за ублющий пик. А чё, ночное видение волнами как бы работает? Я думал, оно просто светит. Используйте своё преимущество. У них нет ночного видения, но гранату они почему-то... А, услышали, может? Среди выстрелов как звякнула граната. Это было самое уебанское ночное видение, которое я видел за последние 10 лет в игре. Да. Это полный пиздоферсон, блядь. Просто бестекстурная зелень. Блин, блядь. Снова, смотрите, левая дверь... Левая дверь без дырок остаётся. Вообще пиздец. Да, может в команду 2 тоже стрелять начнут? Или она может кого-нибудь застрелит? Ты мне не ответил, Джон. Ты мне не ответил, Джон. Поженимся? Дополнительный путь прямо впереди. Это даже не близко. Капец. Когда уже закончится первая миссия, я хочу. Вы слышите? Барайте, если слышишь всякое, это ты себе пальцем, заразу, ухо задержишь. Это терминаторный рейдер. Точно терминаторы вышли. Ничего, я ванганул. Да ладно, я вон... Ой, блядь, там ещё такая же пачка. Где гранату? Куда я его кину? Алло. Да ладно, дайте я фрагов набью, у меня ещё граната есть. Я ещё не понял, они без меня там закрылись? Э! Сука, вы без меня не увидите. Я вам колёса прострелю. Пропадать так всем вместе, как говорила Лиса из советского мультика. И чё, блядь? А, может я водила? Упс. Пацаны? План меняется, я за рулём. Чё, текстура лагает? Классно. Ну, погнали. Давай, Хенни, я за рулём. Я у руля, турель твоя! Хуй ты угадал, ну-ка, вылез, блядь, отсюда. Обсосок, блядь. Ну, это пиздец. Это игры, я не знаю, пятилетней, восьмилетней давности, где за рулём едет комп, а игрок стреляет, блядь, в турельки. Это такое говнище. Мне кажется, сейчас уже модно, чтобы наоборот игрок ехал, а комп уже стреляет, согласитесь, да? Завали свою нахуй хлеборезку. Забрал руль. Да-да-да-да-да, как интересно, ёб твою мать. Двести лет не стрелял со стационарного пулемёта, причём нахуй вообще не надо стрелять, он их и колёсами давит, заебись. Сейчас посмотрим, я вот откинусь, руки за голову, и посмотрим, влияет ли на что-то вообще моя стрельба. А я играю на сложности, если чё. Да, мы идём в обход, чувак, мы идём в обход, а не стреля... Это высокая сложность, потому что меня быстро убивали, да, достаточно, если я попадал под выстрел, вы видели, да? Да, действительно, жалко только, что этот охеренный выстрел был не мой. Да, отлично, пацаны, молодцы, очень. Ты, блядь. А я буду экономить патроны и делать так. Не, ну здесь вот понятно, что, видимо, мне уже надо немножко пострелять. А, я, наверное, должен стрелять только в тех, которые залезают. И то их самих убивают. Сука, почему эта игра не терминатор восстания машин называется, я не понимаю. Смотрите, смотрите, я опять не стреляю. Ох. Да. Я буду подстреливать так, для интереса, вяленько хотя бы. Это не последняя сложность, это предпоследняя, по-моему. Для опытных бойцов вроде как. Двумя пулями я сейчас машину убрал. Ну, подожди, а я могу посмотреть здесь? Изменить сложность. Закаленный, да, закаленный. Вот, рядовой, это нормально, а это уже сложность. Реалист и ветеран, это уже совсем, совсем жесть. Ну, причем, я это к тому, что убивают у меня в бою и на этой сложности очень хорошо. А вот в этой миссии за стационарным пулеметом, просто умереть было нереально, по-моему. Ну, кроме как это автоаварии, блядь. Капсула заходит на первый круг. Держитесь там внизу. Капсула отца едина. Эвакуация не удалась. Дрон заходит на второй круг. Какая капсула, смерти что? А, защищать еще надо? Я думал, он был уходить. А, ну так пусти меня, ёбаный ты, блядь, кебастос. Я занимаюсь министром. А я, а я Регинию, а я Регинию Хелси. Пидоры, блядь. Взорвитесь нахуй, черти, сдохните. Вместе с министром, долбоебы. Блядь, че происходит-то, ёбка? А, я должен был, а, я... А, первая пуля, а первая пуля, а первая пуля ваншотнула меня. Ха-ха-ха, сука. Нахуй, я не буду ничего защищать, пошел он пизду. Да, блядь, ну как они насквозь что-то прострелили? Че-то не врубаюсь. Как они это делают, блядь? Вот, смотрите, я, я не буду ничего делать, я просто лягу и полежу здесь. Подожду, пока все это дерьмо не закончится. В меня попадают какие-то шальные пули, я не знаю. Я не знаю, кто это делает. Блядь, откуда? Откуда? Реально через камень пуля пролетает и убивает меня. Причем оттуда и не стреляет-то никто, блядь. О, смотрите, вот оттуда, блядь, вот оттуда летят. Пиздец полный, блядь. Чисто, быстро сюда, давай! Быстро сюда, живо, живо, живо! Нет, стойте! Конец не ухода газа. Воздушное пространство невезопасно. Не-не-не, черт! Забирайся в ПТР, вали оттуда! Да-да, сейчас я в робота заберусь, смотри. Смотри, опа, сальтуху. Приближаемся. Две минуты. Держитесь, сегодня вы не погибнете. Да, когда из меня сделают терминатора, я вернусь, а вторую тебе яйца. Получи, получи в яйца, в стальные. О, вот это прикольно. Давай, рви вторую. Ногу? Да ладно. Не хило он ее месит, да, вот, чуваки? Да-то круто. Бамбу убил же не тот, блядь, он уже хуеет. Все, двух рук нет. Бля, я еще и бабу выбрал, нахуй я это сделал? Что-то она долго прожила. Вот это поворот, Джордж Мартин. Чувак, добей меня, блядь, сделай милость, а? Порожди, держись. Держись. Чем держаться, долбоебни, руки оторвало, дебил, блядь. Держись, держись, это самый лучший черный юмор, который я слышал. Держись, держись, блядь. Ой, ты бы мне еще руку протянуть, поздоровался, блядь, протянул бы. О. Апостол Михаил. Апостол Михаил. Грехи не мои, меня подставили. Да, это война против роботов, офигеть. К сожалению, твои раны оказались весьма серьезными. Жить будешь, но... Сука. Жить будешь, но киборгом. Кто ты? Это я, Тейлор. Ебучие лаги, я манал. Вставай. Да. Ну и моська, блин, у нашего командора, Тейлора. Лучше бы, как у Винни Джонса, такую злобную сделали, а то этот какой-то добрый Вин Дизель, блин, меня убивает. Закос под матрицу. Руки, покажи мне мои руки. О, нихуя себе. А я смогу играть на скрипке. А у Тейлора руки такие же, смотрите. 12 декабря 2054-го, 7.30 утра. Мы на частном поезде, который направляется от Цурикский штаб корпорации Единственного. Я офигею, ширина поезда, ёптать. Наш груз, прототип для проекта нейронной сети Союза Уинслов. Его ядро это ИИ, которое может себя перезаписывать, чтобы подключаться к другим системам. Тейлора, а как ты чешешь яйца своими руками? Он может произвести переворот во многих военных и мирных областях. Ну, или мог бы, если бы поезд дошел до местоназначения. В 7.31 утра террористическая группировка подорвала поезд. Это отбросило нашу программу робототехники. Далеко назад. Предотврати это. Ну, это же невозможно. Что со мной происходит? Прямо сейчас? Ты в искусственной коме. Тебя готовят к операции. У тебя в голове новое оборудование. Называется прямой нейронный интерфейс. Или ПНИ. Что, можно в прошлое летать теперь что? Твой ПНИ соединяет твой разум с твоим новым телом и окружающим миром. Мы связаны. Все это симуляция внутри наших разумов. Что-то я не понял. Это напоминает мне сюжет какого-то фильма, где про какой-то поезд, который взрывался раз за разом, а чувак пытался это предотвратить. Там тоже раз за разом отправляясь в прошлое. Мне кажется, что они сюжет просто оттуда слезали. Один в один. Слышь, историк, а на 11 сентября 2001 вам уже похуй как бы? Или может мы сразу туда вернемся? Там тоже бум был. Охуенный бум. Там так бумкнуло, блять. Забраться в новых крутых штуках. О, Эдик, братан. Нужно всегда быть синхронизированными. Эй, Тейлор, ты гребный подонок. Он не слышит. Если нам надо связаться, ПНИ работает на закрытой частоте. Я даже не думаю об этом. Но, чтобы ты знал. И если тебе захватиться назвать Тейлора подонком, он тебя делает похлеще, чем те роботы. Или вы мне уже яйца пришили. Пойдем проверим, так ли легко сделать из тебя швейцарский сыр, как из тех несчастных. Я не врубаюсь. Мы против роботов воеваем или теперь против бомжей каких-то, блять? О, паркурчик в игру запили. А, да это компьютерная симуляция. Они, вон, пытают. На колесо мыши тоже какая-то граната. А как тогда режим огня сменить? А. О. Стильный пестик. Смотрите, как он. И чё? Твой ПНАИ выдает важные данные, и ты можешь следить за ходом боевых действий. Переходите в тактический режим. Как будто открываешь глаза впервые, да? Как будто читуешь в контре 1.6, блять. Волхачишь там, сука. Ну, я не могу, блять. Пиздец какой-то. Хорошо. Используй подвижность. К ней нужно привыкнуть. Скоро ты будешь уверенней. Попробуй, и у тебя всё получится. Ты кнопку мне скажи, блять, какую нажать. Обосраться. Неплохо. Так-то режим подсветит опасности, вроде ракеты и гранаты. Ты видишь мигающий красный? Беги. Мне бы пушку, которая может простреливать стены. Как у судей Дреда. Двойной бронебойный, блять. Видишь красный и желтый отметки? Это зона смерти. Держать их подальше. Какая нахуй зона смерти? Тут везде зона смерти. Да, блять, ну ты посмотри. Он, сука, выждал меня, как днища, блять, в танках, которые играют. За камнем постоял, подождал. Блять, и теперь этот уровень сначала, что ли? Ебать. Причем этот уровень такая же тупорылая мясорубка, как и прошлый. Только теперь с читами, блять, все это. Пиздец, как интересно. Я хуею просто. Когда настал тот день, когда разучились делать интересные шутеры. Схуя ли это зоны смерти-то? Ты можешь объяснить мне? Блять, автомат просто говно. Подкрепление на грузовике. В очко тебе, сука. Да ты посмотри, а. Ну-ка, где мой режим мультиклик? А, как вам? А, ну-ка, двойной. Прикольно, блять. Вот во стену бегать прикольно. Тут-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то поезд, блять, едет. Чё за... Чё всё красное-то здесь? Слепо пошла. Да, я мамку твою делал, блять, сквозь прикрытие. Ёб твою мать. Вы мне помогать будете? Сучоныш, выскочил, плюху дал и свалил. Ну, старик. Данный стакт режима синхронизируется у всей команды. Один из нас видит. Все видят. Даже сквозь прикрытие. Не останавливайся. Я даже не знаю, блять, чё говорить. По-моему, это такой... Пипец. Просто шутер с подсказками. Как бы наша спецгруппа тут супер, супер явно доминирует. Как бы если играть вдумчиво, не торопясь, а враги не бесконечные, то у них шансов просто нет. ПНИ это не просто коммутатор. Он позволяет взаимодействовать с разными компьютерными системами, включая примерно все простые дроны. Наземные двуногие роботы. Они намного коварнее. У этих тварей коллективный разум. Попробуешь подключиться, твой мозг поджарится. Что, блять, с другой стороны стены? Подходит как старая кожа, правда? Где-то там есть генератор, достань его, и дверь откроет. Ворл... Блять. Арморд Варфейр начался, ёпта. Блять. Нихоя такая скорострельность дикая, вообще. Ещё и ракета, залпового огня ракетной установкой. Надо было мне тоже самолётик, наверное, взять. Это чё-то херня, вообще еле ездит. Нахрен тогда люди вообще здесь воюют, блять, если есть тут этот маленький, блин, колёсный трактор, который... С правого ствола херачит пулемётом с безумной скорострельностью терминатора, блять. А из левого у него ракеты смерти вылетают. Ракеты тамагавк, наверное, блин. И его хер убьёшь ещё, в отличие от них. В отличие от человека. Пулемёт без перезарядки, может стрелять, наверное, полчаса, блять. Если у него вообще есть перезарядка. Не перегрева, ничего не вижу. Из дурака... Издалека, причём ракетами... А чё, всё сломалось? Издалека ракетами, причём не взрывался этот баг. Вот он... А, это закончилась миссия на нём. Я у него... Убирай боеприпасы всегда, когда видишь ящики с ними. Последнее, что тебе нужно, воевать без патронов. Спасибо, капитан Очевидность. Куда же я без тебя-то? Сканируй... Пересчитывай жопой ступеньки. Зачем? Второй уровень. Если у тебя творческая натурка, попробуй взломать эти турели. Ага. Да, нихуя, что они стреляют, блять. Неважно, да? Вот так. Теперь раскортих и разорти врагов к чёртовой матери. Используя окружение, подстрелите резервуары. Не знаю почему, но эта игра напоминает мне сингулярность. Такой же читерный шутанчик. Это уже вообще не Call of Duty ни разу, блять. Это какая-то... Мне бы, если вот эту игру просто включили и не сказали, что это Call of Duty, я бы никогда сам не догадался, что это оно. Блять, какая офигенно весело играть за стационарной турелью. Я прямо сейчас охерею, блять, от этого накала. Как выйти-то отсюда? Перед выходом турель сломалась. Блять, правильно надеялись, смотри-ка. Как турель-то сломать? С гранатой еле-еле, блять. О, завод терминат по производству Т-800. Остынь и расскажи, что случилось. Снова была в Эфиопии. Роботы. Я пережила заново. Что со мной происходит? Черт. Твои чувства вызывают яркие воспоминания. Вспоминаешь звуки, места. Слова из песен. Я милоёвыч играю. Круто. Шёпоты в трусах. Такое бывает на войне, блять. Это у меня видяха горит, или спецэффекты такие классные? Сейчас ты подключишься к этой консоли. Если получится, сможешь извлечь и обработать информацию до секунды. Сейчас ты подключишься к этой консоли. Если повезёт, на ней подтянет Бладборн. У них был сообщник внутри, в этом единстве. Алекс Мерсер прота... А, это Дезмонд Майлз, ёпта чё. Он мог достать для них буквально всё, что им было нужно, чтобы обойти охрану поезда. Ну, косяки, шириво. Дальше потребовало 6 часов, чтобы добыть эту информацию о нападении. Результат? Поезда нет. У тебя это заняло 6 минут. Могло бы быть и 5, если бы тебя не напугали эти роботы. Итак, что дальше? А, тут я полчаса этот уровень прохожу, блять. Дальше, по-моему, я не буду сходиться. Ну, чё, можно начать, наверное, подводить итог, в принципе. Мне понравилось бегать по стенам. Всё, что я могу сказать об этой игре. Бег по стенам, это круто. Всё остальное, это уже как-то не очень круто. Какая-то борода. И вообще ни разу не коловнути. Вот я один живой остался. Террористы-подельники предупредили крота, и он был готов. Он взял с собой тяжёлых роботов-пехотингов. Просто вынос мозга, блять. И снова защитные войска Цуриха налетели жопой на забор. Результат? Поезда нет. Мы потеряли его. Я что, тренировочные миссии прохожу, или чё, они-то... Помнишь специалиста Сара Холл? Она проведёт следующую... Ну, это понятно, что... А, ну да, всё это тренировка. Она разведчик-эксперт. То есть, события не изменить. Это просто тренировка. На основе реальных событий. Крым Митейлер всё время заставлял меня читать. Знания стоят заработать. Да какая-то в жопу Милойёвич. Так, блять, Клавдия Ивановна, нахуй, с деревней Верхней Залубки, блять, дояркой там работает. Милойёвич. Хуёво, Вичи, пусть она... Жесть такая. Ладно, салага. Теперь симуляция будет отличаться от других событий. Она у тебя жопа толстая. Всё, короче, чуваки, хватит с меня первого взгляда. Если кто не нагляделся, напишите. Может, я ещё подумаю о продолжении, но сильно вряд ли. Пишите, короче, что думаете по поводу такой игрухи. Вот. Всё. Пишите, жмите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok